Если ты хочешь выиграть в казино, ты должен быть владельцем казино. Друзья, всем привет! Это YouTube-канал Авиамания. И сегодня нам представилась уникальная возможность взять интервью очень интересного человека. Оказывается, в глэмпинге лучшее место в хосте работает бармен Алексей, у которого есть опыт работы в казино в России. То есть после того, как этот бизнес схлопнулся, он снова начал развиваться. И как раз Алексей стоял у истоков этого развития. Алексей, добрый день! Добрый вечер! Вечер! Или уже ночь. Да, проработал в казино, в одном из первых казино России. А мы сейчас действующие. Казино Шамбала. В данный момент оно находится на Дальнем Востоке, в городе Артем. В одной из легальных зон в России. Легальные зоны, объясню, что это такое, для не следующих в этой теме. До 2008 года казино в России были в каждом городе. Игровые залы, слот автоматы, автоматы на остановках. Как все помнят эти славные времена, когда каждый, обладающий лишней 100-рублевой монетой, мог просто, сидя ждать автобус, играть в автоматы и, так сказать, теребить за хвост удачу. Но в 2008 году наше государство доблестное решило, что не надо разорять казино людей, чтобы людям было это все-таки как-то более сложно, не в промежутке между обеденными перерывами сходить, проиграть пару тысяч, а как-то абстрагировать, сделать экономические зоны. Они назначили, по-моему, на тот момент 4 игорных зоны. Одна была выделена на границе Ростовской области и Краснодарского края. Называлась она Азов-Сити. Называлась чуть позже, скажу, почему называлась. Потом на Дальнем Востоке, в Алтае и, по-моему, сразу же и в Калининграде. Вот, в Калининграде она называется Янтарная, на Алтае Сибирская монета и Дальневосточная, по-моему, как-то так. Вот, я работал в казино Шамбала, которое находилось в Азов-Сити с 2011 по 2016 год. Такой маленький период, некоторые... Но интересный. Но очень интересный, да, 5,5 лет. Вот, на данный момент Азов-Сити закрыта, так как открыли игорную зону Сочи. А почему Азов-Сити? Потому что находится на берегу Азовского моря, Таганрогского залива. Логично. Вот, поэтому называется Азов-Сити. Там, кстати, одноименный город Азов, буквально в 30 километрах. А как вообще началась карьера в казино? В казино просто по фану некоторые считают, что в казино тяжело попасть, потому что работать, типа, это элитное подразделение. Да, действительно, по уровню сервиса в общепите и в гостиничном сервисе казино всегда на порядок выше всех. Ну, там могут пятизвездочные отели, сетевики посоревноваться, но казино никогда не остается, потому что люди отдыхают обеспеченные, они привыкли к поставленной планке сервиса, и поэтому там все ставится и отбирают элитных бойцов. Как удалось попасть в элиту? В элиту все просто. Приходишь в отдел персонала, будешь, я такой-такой хороший человек, еще забавно, у меня день рождения 13 июля, я приехал на собеседование в свой день рождения. Поэтому взяли. Когда HR взяла мои документы, посмотрела, и немножко удивилось, что человек для собеседования выделил свой день рождения. Вот. Вот такая история. На какую должность сразу же? Пришел официант там, но у меня был годовалый опыт бармена, то есть я метил с барменов. Поработав год, открылись новые точки, бары в нашем казино, и я туда перешел барменов. Вот интересно узнать какие-то фишки именно по работе казино, стереотипы, там мифы про это. Самый распространенный миф, нету часов и нету хока. Да. В игровых залах, да, нету ни у кого часов, персонал никогда не скажет, сколько времени. В основном стандартный ответ, ну каждый придумает свой, вот на вопрос, сколько времени. У нас время наслаждаться жизнью. И когда вам, ну, понятное дело, что всегда отступает, кто-то может и сказать время, ну, у меня стандартный ответ был, что время никуда не торопиться, время выпить коктейль. Но в современном обществе это не проблема. Да. Окон в игровых залах нету. Оно строится таким образом, что там всегда приятная обстановка освещения, ты как бы теряешься. И построены казино по принципу, если первый раз попал, и если даже есть немножко проблема с пространственной ориентацией, вход и выход не сразу найдешь. Ты зашел, все оно одинаковое, все светится, все красивое, интересно, и дальше, дальше, дальше будешь уходить, огни будут манить. Вот так и не выйти. А вот, наверное, самый популярный вопрос, и у меня тоже, как у человека, который в этом не разбирается, можно ли вообще выиграть и уйти с выигрыша? Конечно. Были случаи, вот самый запоминающийся случай, системы казино, вы приходите, регистрируетесь, с паспортом обязательно. Надо удостовериться, что не нарушаем законодательство 18-летний, а некоторые казино с 21 года только нужно посещать, что посетитель совершеннолетний, паспорт, регистрация, и каждое посещение казино регистрируется. Есть общая система, не буду называть, как они называются, но мы всегда видим, сколько человек был здесь первый раз, последний раз он был, или как. В общем, такой случай, что приехала компания людей, они все были первый раз. У нас. Они засунули в аппарат определенную сумму, не больше средней зарплаты по России, проиграли ее, и тут им на аппарате выпала счастливая комбинация на полмиллиона. Ребята не растерялись, сняли полмиллиона, сели в машину и уехали. Они не остались проигрывать эти деньги, и больше я их не встречал. Их никто не пытался уговорить, остановить? Ну, не настаивают, пытаются. Каждое казино пытается, в принципе, задержать человека с большим выигрышем в казино, но не какие-то противоправные действия. Останьтесь, сидите здесь. Ненавязчиво предложат остаться в гостинице переночевать. Дорога темная, время позднее, вы уставшие, в эйфории, мало ли что с вами случится, вот, пожалуйста, номер. Переночевики у нас. Делается это с тем расчетом, что казино не хочет отдавать свои деньги. Ну, они же как родные денежки-то. И в итоге человек остается и все проигрывает, правильно? Да, бывает, остается и проигрывает. Бывает, еще больше выигрывает, и тогда дирекция казино сожалеет о своем поступке, когда человек остался. Но прям насильно никого не заставляет остаться. А какие можно рекомендации дать тем, кто только собирается отправиться в казино? Что не надо делать вообще? Не надо брать с собой большую сумму. Берите ровно ту сумму, в которую вы готовы с ней расстаться без сожаления. И фортуна вам скажет спасибо и даже, наверное, отблагодарить выигрышем. Потому что когда человек приезжает с какой-то энной суммой, либо источником денег, который может вот сейчас еще подкинуть, он оставит все. Азарт затягивает российским Минздравом казино признана игрозависимость, точно так же, как алкогольная и наркозависимость. Круто. И сотрудники казино в зоне риска, потому что атмосфера, она предрасполагает. А кстати, вот сами играют сотрудники вообще? В других казино в России у некоторых компаний запрет играть. Но за рубежом можно. Крупье, они более подвержены риску, так как они постоянно на игре. У них есть этот азарт. Они собираются сами поиграть в техас холденпокер, либо в Амаху. Ну, это карточная игра, кто не понимает о чем разговор. Карточная игра от двух до десяти человек. Цель игры переиграть всех оппонентов. И сотрудники в основном так и играют. Но соседнее казино с нами, которое было, у них явного запрета на игре в других заведениях нет. В своем это табу для всех сотрудников. Будь ты техник, бармен, крупье, у себя сотрудник не имеет права. По России некоторые казино накладывают ограничения. То есть базы, я не знаю, может общие, может нет. Ну, ходят слухи, что в черном списке. Игроки, не игроки, а сотрудники других заведений. А вот еще интересно, приходят люди после проигрыша плакаться бармену о том, какие все вокруг засранцы. Ну, в большинстве случаев они приходят не плакаться, а ругаться. Ага, даже так. И являть, что ах, вы нехорошие, ах, вы все плохие. Некоторые приходят ругаться с нами, но, да, в большинстве все-таки приходят и изливают душу бармену за чашкой чая. А вообще изливать душу бармену, это, по-моему, традиционная история везде вообще, да? Это традиция для всех. Бармен, таксист, это же не штатный психолог, а за недорого. Это точно. А какую-нибудь самую такую, ну, интересную историю, которую можно рассказать, скажем так, на камеру из жизни бармена в казино? Сейчас сразу не вспомню, но, по ходу речи, возможно, что-то придет и расскажу. Ну, про большие выигрыши размером 10 миллионов, это удивительно, да, конечно. А, самое интересное, наверное, что я видел, это рулетка. Обычная рулетка, на которой играют. Суть рулетки, вы ставите свою ставку на какую-то цифру. И есть еще цвета, черная и красная. Есть любители по лайту, которые играют, черная либо красная. При попадании в нужный цвет вам вашу ставку удваивают. Но, как бы казалось, сиди да играй черная-красная и удваивай, удваивай, удваивай. Но есть коварная цифра зеро, которая имеет зеленый цвет. И она все обнуляет. Вот. И самый интересный случай, который я когда-либо видел, это тройное зеро. Три раза подряд выпадало зеро. Человек сидел, он поставил. А раз зеро, ему выпало. Он думает, а я-ка весь выигрыш поставлю еще раз. Выпало еще раз зеро. Он споловинил его, потому что там ограничение по ставкам. И он половину этого выигрыша поставил третий раз. И третий раз пришло зеро. Вот это, по-моему, как говорится, в одну воронку дважды снаряд не попадает. Но здесь какой-то минометчик-снайпер просто попался. Общий выигрыш я точно не скажу за давностью лет, так как я в казино уже не работаю. Лет пять. А почему, кстати, почему карьера закончилась в казино? Я женился просто. Хорошая причина. Веселая жизнь как бы на расстоянии с женой, это тяжело, когда ты... Так как я живу в Краснодаре, а казино находилось в Азот-Сити, это 270 километров. График у меня был четыре дня, я находился там, на три дня я возвращался домой. Практически в авто. Это и есть вахта, только у всех там четыре-четыре, там неделя-неделя. У меня вот было что, я четверг, пятница, суббота, воскресенье, я всегда был в Казино. То есть куча дней рождений, свадеб, мероприятий, которые все классические люди, которые устраивают суббота, воскресенье, я пропускал. И тяжело, как бы на расстоянии с женой. Поэтому уволился, перешел поближе, до работы у меня оттуда было всего пять минут. А как вообще вот сюда принесла судьба в Глэмпинг? И сюда, это тоже интересная история. Через ВИТО. Через ВИТО. Через ВИТО просто сидели с девушкой дома весной и думали, что Краснодар поднадоел. Все-таки в городе-миллионике жить тяжело, эмоционально давит количество людей. И захотелось к морюшку. Рассматривали варианты, предлагали поработать в Анапе. Предлагали в Крым поехать на хорошие должности, с хорошими зарплатами. У меня девушка с гостиницами работает администратором. И хотелось, чтобы в одном заведении. А мне в основном предлагали ресторан, ночной клуб, какой-нибудь комплекс, где гостиницы рядом нет. В одной компании не поработаешь. Это значит, разброс по местам работы, это тяжело. Ну, здесь выкинули вакансию администратора с нормальными условиями. И бармена со средними условиями. И я так подумал, что в принципе мы вместе будем работать, отдохнем и поработаем. Но по факту приехав сюда вообще ни разу не пожалели. Потому что лучшее место, оно не зря так называется. Лучшее место не только для гостей, но и для персонала. Чтобы как-то подытожить про казино, хочется спросить. Вообще, вот казино, это все-таки такой клубок криминальных авторитетов и зло? Или это добро, где можно обогатиться? Ну, не зря есть такая знаменитая поговорка, которую все игроки и сотрудники знают, как молитву, что если ты хочешь выиграть в казино, ты должен быть владельцем казино. Выиграть, ну, одномоментно, без гарантии ты можешь. Но если тебя затянет, то ты там все оставишь. Моменты падения личности человека, когда он приезжает в первый раз на дорогой машине, весь в золоте, с дорогим телефоном. На тот момент, когда я пришел, айфоны, ну, как, новинку, 2011 год, айфон это был такой, ну, дорогой гаджет, но верту это был прям топ, телефон там за 200-300 тысяч, человек приезжает с верту, весь в золоте, на дорогом мерседесе. Через три года этот же человек приезжает в помятой рубашке, ВАЗ-2106, телефон Nokia Fonaric. Ну, по-прежнему в казино, с надеждой. Казино в этом нет. Это азартность и сущность человека. Если я за собой понимаю, что если я поеду в казино, в принципе, я могу туда просадить все. Я держусь от этого подальше. Я не играю в азартные игры, потому что, а вдруг, лучше не рисковать. То есть, если у человека есть какая-то предостоложенность к тому, что его затягивает, то лучше не надо. Если вы можете себе позволить, это хорошо как отдых, там много эмоций. Там всегда красивые люди. Казино украшает людей. Просто девушка пройдет в обычной обстановке на улице, вы можете не обратить внимания. Казино у девушек, они чувствуют себя королевами. Мужчины чувствуют себя королями. Естественно, это эмоционально интересно. Но если у вас есть на это лишние деньги. Если человек любит дорогие машины, он покупает себе там Бугатти, Ламборгини, ездит на них, всаживает в топливо вертолет. Вот самое банальное объяснение можно сравнить с вертолетом. Вертолет нам в жизни не нужен, по сути дела. Да, хорошо, удобно в мегаполисе, когда у вас есть вертолет. Но для вертолета нужна площадка, и кушает он нормально топливо. Один полет там тысяч пятьдесят. Если у человека есть деньги, почему ему не иметь вертолета? Он не будет каждый день, но он может просадить две средних зарплаты на одном полете. Точно так же и в казино. Есть у него эти лишние сто тысяч. Пускай поедет, порадует сотрудников казино. Ну да, надо же как-то жить в казино все-таки, в конце концов. Да, но если больше всего тяжело смотреть на людей, которые приносят последнее туда. Это не средство заработка. Вы никогда не разбогатеете. По шансам, если честно сказать, выиграть в лотерею или выиграть в казино, в казино шансов больше выиграть. Но денег надо просадить намного больше. Хотя я знаю таких игроманов на лотерейных билетиках, которые просто сажают побольше, чем в некоторых казино. Поэтому это отдых. Можете позволить, пожалуйста. Но надо знать меру. Алексей, а какие вообще планы на развитие, на какие-то перспективы интересные? Сейчас мы развиваем лучшее место. Как бы я побывал у истоков этого места, построил его и сейчас работаем на баре. Естественно, если кто-то хочет увидеться со мной, то можно приехать к нам в лучшее место, пообщаться. Я также расскажу много историй из казино и про небывалые чаевые, и про страшные моменты. Ну, все что угодно, в принципе, кроме коммерческих тайн, не забываем. Крупные компании всегда имеют коммерческие тайны, о которых я, к сожалению, не поверю. Ну, а так, можно и в виртуальном пространстве найти меня. Как говорится, ссылочка будет вот где-нибудь здесь. В описании под видео. И в описании под видео. Для интересных предложений Алексей открыт. В принципе, да. Каверзный вопрос вообще. Бармен и чаевые – это практически синонимы. Какие были самые такие, скажем, щедрые чаевые и вообще среднестатистические? Среднестатистические смену где-то было тысяча полторы чаевых. У нас там не личный чай был, вся команда общепита получала чай, складывали в общую копилочку. В конце смены, согласно нашим технологиям, делилось и куб не доставалось, и барменам. У барменов тоже неплохой чай был, выдавался гостями. Ну, официанты все-таки больше зарабатывают. У меня единоразовая купюра за один раз, которую я получал чаевых – это 10 тысяч. Это одной фишечкой, красивенькой. Человек просто… Просто он был в кураже, в радости, выиграл и подошел. Там же постоянные гости, они знают нас по именам. Мы знаем именно кто они, что. Поэтому мы для них как друзья какие-то, иногда враги, когда мы… Они приходят потом забирать свои фишечки и говорят, блин, я все проиграл, верните, я вам там на чай оставил. Нет, такого ни разу не было. Бывали неприятные ситуации, лично со мной не было, но вот ребята из других заведений, вот из Сочи я с парнем общаюсь, который работал барменом в Сочи. И он говорил, был такой момент, что компания сидит большая. И эта компания, как всегда, где деньги, там есть нахлебники. Ну, нехорошо так называют, конечно. Ну, друзья. Друзья менее обеспеченные. И, так сказать, альфа, который оплачивает счет, оплатив счет, оставляет какую-то купюру на чай. Все выходят и последний из этих друзей нахлебников открывает счетницу и забирает этот чай. Как бы это не его деньги, это деньги либо альфы, либо официанта. Но нахлебник все-таки поимел здесь структуру. Некрасивая ситуация. Максимальная сумма за вечер у меня была 27 тысяч. Интересно. Это получается уже с учетом распределения или до? Это до. Это вот именно перед Новым годом. Буквально там я через пару месяцев уволился. Сразу на следующий. Нет, ну, все-таки не будем лукавить казино. Это тем более то казино, где я и работал. Но по уровню зарплат выше среднего по городам. Потому что компания ценит своих сотрудников. Потому что как бы кто ни лукавил, главный ресурс это люди, сотрудники. Если будут плохие сотрудники, не будет хорошего дела. Вы можете построить супер крутой палас, набрать непонятные криминальных элементов, и у вас не будет дела. А когда ресурс хороший, за этот ресурс, собственники платили хорошие зарплаты. Это правильно. Ну, 27 это с одного человека. Этот человек, я не вспомню имя, да и в принципе не хотел бы... Передавать ему привет на камеру. Срывать маски с человека, может быть он тайно приезжал. Но помню, как сейчас он подходил ко мне на бар, заказывал 50 грамм водки Абсолют и стаканчик сока. Это где-то выходило 400 рублей, грубо говоря. Могу врать, может чуть меньше. Он 5000 нажил на стойку. Алексей, с Новым годом, без задачи. Все, и каждый раз таких подходов накапало 27 тысяч. Приятно. Очень. Новый год у нас вся. Вот. И еще хотел же поведать вам про, почему все-таки находилась в Азов-Сити. С 2018 года горная зона Азов-Сити ликвидирована. Ликвидирована по такой простой причине, так как открылась горная зона в Сочи. По закону, по казино, горная зона может располагаться только одна в регионе. И из-за того, что в Сочи открыли позже, и в Сочи как инвест-проект, я сейчас, надо дисклеймировать, кстати, вам, что это все выдумка. Такого не существовало. Чтоб никто потом не предъявил. И по закону, одна горная зона на регион. Если бы Азов-Сити находился не в Краснодарском крае, а в Ростовской области, возможно, теоретически, может быть, она бы и дальше существовала. Но так как конфликт закона, Азов-Сити закрыли. Я считаю, это мое личное мнение, что поступок неверный. Потому что Азов-Сити находилась в одном не самом богатом районе Краснодарского края и приносила налогов 400 миллионов в год. Это все открытая информация, я как бы сейчас ничего не рассказываю, потому что было много пресс-конференций собственников казино Азов-Сити, которые просили наше правительство не закрывать, сделать какую-то поправку в законе, разрешить работать. Потому что в бюджет капали деньги, а местные жители, у которых вокруг ничего, кроме совхозов, агрофирм, где они имели зарплату 25-30 тысяч, ничего нет. Но, извините, район-то должен на что-то, рабочие места должны быть. И рабочих мест потеряли они на этот момент 2,5 тысячи. Кто-то уехал. Крупье, ну, крупье, это узкая специальность. Они разъехались, кто в Сочи, кто на Дальний Восток, Калининград, кто-то за рубеж. Грузия, Беларусь, там разрешены. И они разъехались. Общепит как бы сильно. Ну, и здесь, так дальше. Но местные, служба коммунальная, которая обслуживает здания, техслужба, охрана. Ну, даже и официанты, и вармены, кто местные остались, они потеряли серьезные деньги. Как бы это не в копилочку. Минус карма, так сказать. Так что вот, Азов-Сити больше нет. Есть Сочи, Сибирская монета, Калининград, Дальний Восток. Но мы их рекламировать не будем. А на этом, пожалуй, скажем Алексею огромное спасибо за интересную беседу. Я думаю, что вам было полезно и также интересно узнать информацию, потому что, ну, все-таки согласитесь, интереснее узнавать от человека, который прям побыл внутри этой системы и знает какие-то интересные фишечки. Спасибо, Алексей, большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, без подписки не смотреть. Да, кто посмотрел и не подписался, тот нехороший человек. Приезжайте в лучшее место, будем все и ждать. Нам здесь очень понравилось, поэтому мы сами все-таки хотим вернуться на следующий год. Хорошо, если все получится. Но если даже у нас не получится, то у вас-то точно получится. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь отдыхом, передавайте привет Алексею. Передавайте привет Алексею и Каталине. Да, естественно. Ну, на этом все. Подписываемся, лайкаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok